Смотрите, что мы сделали за сегодняшний день. Мы покрыли и охватили большую часть Нового Завета уже. Мы охватили Послание, мы охватили Евангелие. Еще один жанр, который мы с вами посмотрим, это притча Иисуса Христа. Притчи Иисуса Христа. Не книги-притчи, которые в Ветхом Завете, а притчи Иисуса Христа. И увидим мы два конкретных примера, непростые, но все же. Притча Иисуса Христа – это маленькая история, короткий рассказ, часто вымышленный рассказ, цель которого – донести до слушателя ту или иную богословскую истину. Иисус говорит миру притчами, а ученикам потом эти притчи объясняет. Чтобы было понятно, ну, знаете, мы ведь тоже говорим притчами. Мы учим наших детей, рассказываем притчи, мы рассказываем им истории. О чем сказка про курочку-рябу? Ну, о том, что золотое яичко – это, конечно, красиво, но когда кушать хочется, оно совершенно не помогает. Пришла мышка, яичко покачнулось и разбилось. Плакать бесполезно, потому что вместо золотого яичка, которое пришло и ушло, будет яичко простое, которое окажется куда лучше. И курочка, по каким-то причинам отошедшая от своего обычного традиционного способа производства яиц, возвращается к нормальной жизни. Вот ребенок слушает, и он понимает из каждой сказки какую-то одну истину. Колобок, который убежал, долго хвалился, что его никто не съест, и дохвалился, допрыгался. Некоторые сказки прямо библейские. Помните, Иисус говорит в 7 главе Евангелия от Матфея, Иисус говорит о двух людях. Один построил дом на песке, другой на камне. Да, три поросенка, конечно. Конечно, три поросенка. Каждый из них строит свой дом. Только один строит дом на камне, из камня, а другие, одно из соломы, не помню, из чего такого. Последний кирпичный дом. Приходит волк и начинает на этот дом дуть. И подули ветры в библейской истории, в истории, которую рассказывает Иисус Христос. И у одного из них дом устоял. Там, правда, в этой сказке про трех поросят все-таки не библейская концовка. Поросен этот волк начинает в трубу забираться, падает в котел с водой, он там сварился. Но это уже из какой-то другой оперы. Вот, да, но в любом случае, вот мы ведь пользуемся притчем постоянно. Что по поводу притчи нужно сказать? Во-первых, в каждой притче есть одна основная мысль. То есть, есть и другие. Но каждая притча рассказана зачем-то одним. Любая аналогия трещит по швам, если ее слишком сильно растянуть. Так же и с притчами. Вот в притче о блудном сыне основная мысль – это отец, который готов принять сына, пришедшего с покаянием. Есть там и другие мысли. Например, замечательный старший брат, который живет себе, слушается, а потом к отцу претензии. Что это такое, я тебя слушался, ты мне даже козленка не дал заколоть. А вот этот пришел, ты ему пир устраиваешь. Ощущение самоправедности и того, что отец ему, старшему сыну, что-то обязан. Хотя старший сын, в принципе, и так все имел, оно принадлежало ему. Но с другой стороны, если начать слишком вольно обращаться с притчами, то получится тот проповедник, который назвал блудного сына мечтателем и призвал нас всем пойти стопами блудного сына, забыв о свиных хорожках, ожидающих нас в конце этого пути. Ведь притча о блудном сыне, как и другие две притчи, находится в 15 главе Евангелия от Луки. А Евангелие от Луки, 15 глава, начинается вот с чего. Это опять детали, которых мы не замечаем. Приближались к нему все мытари и грешники. Слушать его. Представьте себе эту картинку. Иисус, учитель праведности. Иисус, претендующий на то, что он Божий Сын, оказался не в той компании. Мытари ненавидели иудеи того времени. Грешники, более широкое слово. Короче, такая компашка и в середине Иисуса. Иисус, и они его слушают. Поодаль другие люди. Опять вам евангельский парадокс. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Это безобразие. Нет, то есть, видите, как он может? Стол. Там возлежит Иисус. И вокруг него явные грешники. Они даже еще не преобразились, эти грешники. Они вот в своем грехе. Фарисеи думают, что это не то происходит. И вот этим людям, в этих обстоятельствах, он рассказывает три притчи. Какие? Первое, о пропавшей овце. Второе, о пропавшем или о пропавшей драхме. Третье, о пропавшем блудну сыне. Совершенно верно. Вдав притчу о блудном сыне, есть еще и старший брат. Старший брат в притче символизирует кого? Фарисеев. Блудный сын в притче символизирует кого? Грешников, с которым пирует Иисус, с которым возлежит Иисус. Значит, пир в притче, это отражение того пира, на котором в данный момент находится Иисус. Вы представьте себе вот эту ситуацию. Фарисеи и книжники поодаль ропщут. И он им рассказывает, вот, отец принял своего сына, а вот старший брат роптал и был недовольным. Потом в следующей главе он начинает обращаться уже к ученикам. Но это немножко другой акцент. Но понимаете, то есть притча, вот этот основной смысл притчи обусловлен тем, в каком контексте эта притча находится. Иногда притча сопровождается толкованием. Вот это так, например, происходит с притчей о почвах. Вышел сеятель сеять. Помните, семя упало на такую почву, на другую почву и так далее. Кстати говоря, чтобы понять эту притчу, нужно понимать немножко еще историю. Поля в Израиле были такие полосатые, были межи. Немножко похожи на наши грядки современные. И сеяли они действительно разбрасывая. Они не старались попасть, четко попасть в эти самые бороздки, туда, куда положено. Они сеяли, они просто разбрасывали. И семя попадало действительно на разную почву. Ветер когда-то относил эту семя. Оно падало везде. И сеятелю, это должно было быть очень хорошо знакомо, вышел сеятель сеять, сразу картинка. У Иисуса не было пауэрпойнта. Вот он из всего мира, окружающего, сделал такой большой пауэрпойнт. Вполне возможно, что он находится со слушателями его. Он видит этого сеятеля, показывает, он говорит, вышел сеятель сеять. Вот посмотрите, как это работает в мире. А теперь посмотрите, как это будет работать в духовном мире. И он дает интерпретацию, изображает, что это такое, как это происходит. Это, конечно, все хорошо. Но существуют места в Священном Писании, по поводу которых трудно понять, что это такое притча, то есть, скорее всего, вымышленная история. Или история, бывшая, умевшая место на самом деле. Чтобы показать, что я имею в виду, давайте откроем таки 16-ю главу. Тут замечательная совершенно есть история. Прочитайте, пожалуйста, про себя. Сейчас, какого здесь, с 20-го, наверное, стиха. Богачей и Лазаря с 19-го. Прочитайте, пожалуйста, это про себя до конца главы. И ответьте вот на какой вопрос. Это что? Это притча? То есть, выдуманная история? Или это история реальная? Потом я вам объясню, почему важен ответ на этот вопрос. Значит, пока вы думаете, объясню вам практически последствия вашего ответа. Если это притча, тогда следующий шаг нашего рассуждения, тогда и адские мучения, это тоже притча. Это не обязательно реальный огонь. Это просто страшные мучения, страшные страдания. Но о каких-то вещах по поводу ада мы уже с полной уверенностью говорить не сможем. С другой стороны, если это история, если это действительно конкретные люди, то и адские мучения здесь описываются не как иносказание, а как повествование Бога, который знает эти мучения, который видит, что и как там происходит. Вот аргументы в пользу того, что это притча, пожалуйста. Потому что тут, по этому поводу, есть христиане на обеих, на каждой из этих позиций. Поэтому никакой ереси, если уверяю вас, не будет. Аргументы в пользу того, что это притча. Это как бы притча, но она говорит о реальных вещах, которые нас ожидают в будущем. Почему там и что-то притча? Потому что здесь Иисус приводит выдуманную историю, аналогию. Это видно в этих стихах, где написано, что был некий нищий именем Лазаря, который лежал у ворот его в струбьях и жил он напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили в зале в струбье его. То есть он лежал у ворот, а крошки падали со стола. Столы-то они стояли не у ворот у богача. Тут именно этим сам показывает, описывает жизнь именно богатого человека и бедного человека. Как живет один и как живет другой. Там богачи в качестве такого вспоможения вот эти крошки бедным уделяли. Такой момент был, они были к этому призваны. Но очень часто уделяли совсем уж крошки. Как полная дикость в 90-е годы у нас была миссионерка, когда в России, вы помните, практически ничего не было. Кончился Советский Союз, кушать было мало что. И одной нашей миссионерке церковь из Англии прислала посылку с пакетиками уже заваренного, испитого чая. То есть они собрали пакетики в помощь миссионерке. Человек пьет пакетик. Вместо того, чтобы выбросить его, потом высушивают. Их высушили. Секонд-хенд. Да, секонд-хенд. И их отправили. Отправили в бумагу, а не секонд-хенд. Нет, это не гигиенично. А чай отправили. Да, действительно, богатые люди отдавали бедным. Здесь действительно были крошки со стола, которые падали со стола богатого. А это притча, но при этом мы вполне можем допустить, что да, конечно, это неполное описание рая, из ада, но по сути это верное описание. То есть описывается страдание. А другие христиане, столь же верующие, столь же серьезные следователи Библии, скажут, что это не притча. И они скажут, что это не притча по нескольким причинам. Во-первых, это главное, что в рассказе о богаче и Лазаре упоминается конкретное имя Лазаря. А в притчах имя он обычно не упоминается. Вот как звали блудного сына и брата его, или отца их, а кто же его знает. Как звали эту женщину, которая потеряла Драхму, неизвестно. Как звали сеятеля, который вышел сеять. Ничего в этом не говорится. Здесь вдруг говорится конкретно о нищем, о Лазаре. Правда, имя богача не упоминается тоже. Имя нищего однако упоминается. Вполне возможно, что это ситуация, с которой были знакомы ученики, что, может быть, они даже слышали про этого Лазаря. И тогда это повествование распадается на две части. Земная, которую знают ученики или слушатели Иисуса Христа. И та часть, которая им незнакома, когда богач попал в ад, и когда он просит упросить Лазаря прийти к его родственникам и засвидетельствовать. Еще аргумент тех из нас, кто считает это не притчей, в конце текста. Авраам сказал ему, у них есть Моисеи и пророки, а пусть слушают их. Он же сказал, нет, отча Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисеи и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскрес, не поверит. И вот эта концовка пророчески свидетельствует о воскресении Иисуса Христа и о неверии тех, кто сделал выбор в пользу такого неверия. То есть я рассказал вам эту историю, показал этот фрагмент, для того, чтобы вы поняли. В то время, как существуют определенные правила толкования притчи, очень такие общепризнанные правила толкования притчи, по поводу некоторых текстов, а особенно по поводу вот этого, вопрос о том, притча это или нет, является вопросом спорным. Я лично считаю, это не притчи, но не буду делать ставки, такие серьезные ставки по поводу этого мнения. Когда встретимся мы со Христом в небесах, тогда и узнаем. Ну, Лазаря спросим заодно, между прочим, если такое желание будет. Субтитры создавал DimaTorzok